Всем привет! Меня зовут Алексей Соболев. Я решил сделать серию обучающих роликов для новичков, начиная от первой мысли встать на сноуборд до поворотов. Это первый урок, в котором я буду давать информацию, которая вам понадобится еще до того, как встать на сноуборд. Расскажу про то, надо ли обучаться самостоятельно или с инструктором, где начинать кататься, какая есть терминология в сноуборде, как определиться со своей стойкой, нужно ли покупать сноуборд или арендовать его, какая нужна одежда, какая нужна защита, а также расскажу про виды трасс и подъемников. Что выбрать, заниматься самому или с инструктором? Я бы посоветовал первые шаги делать, конечно же, с инструктором, потому что он может поставить вам технику, дать подводящие упражнения, он сможет сразу же исправить какие-то ошибочки, сможет вас держать за ручки, чтобы вы меньше падали, а также хороший инструктор, он может дать вам хороший психологический настрой, и это придаст вам больше уверенности. Для кого-то занятия с инструктором просто выходят за рамки бюджета, а кто-то социопат и не хочет видеть рядом вообще никаких людей, тем более инструктора, который будет ему в чем-то помогать, поэтому выбор всегда за вами. Где начинать кататься? На домашнем склоне или ехать в горы? Я хочу развеять иллюзии многих людей, которые думают, что они приедут в горы первый раз, первый раз встанут на сноуборд и сразу же заберутся наверх и начнут скатываться, и тем временем обучаться. На самом деле все далеко не так, вы будете соскребать на заднице весь склон, поэтому совет очень простой, потратьте хотя бы 4 тренировочки, чтобы обучиться у себя на домашнем склоне, и потом вы можете ехать в горы, наслаждаться видами, забираться на какие-то более-менее средние трассы по сложности и уже кататься, спускаться и продолжать обучение. Надо понимать, что занятия с инструктором в горах на курорте значительно дороже, чем на домашнем склоне. На курортах учебные склоны находятся не наверху горы, они обычно располагаются в самом низу, и здесь чаще всего не предоставляется возможности насладиться всей природой, которая есть на этом курорте. Можем глянуть, вот это, например, учебный склон. Как минимум одно занятие, ну, возможно, и для кого-то два, нужно провести вот здесь, вы выйдете тусить здесь, не поедете на подъемник. Ну, кого? Вам это надо? Я не знаю, вот мне это не надо. Еще стоит учитывать, что в горах бывает плохая погода, и у вас может остаться всего пара солнечных дней. И это ваш выбор, тратить их на то, чтобы обучаться где-то внизу горы, либо уже уметь кататься, поехать наверх и посмотреть всю красоту курорта, покататься по разным трассам. А также лайфхак для парней, которые едут с девушками. Если кто-то из вашей пары катается плохо, возможно, парень хуже катается девчонке. Так вот, если вы хотите кататься вместе, обязательно перед поездкой отдайте слабое звено в вашей команде какому-нибудь местному инструктору, чтобы вспомнить какие-то азы, прокачать свой уровень. И уже на курорте вам будет комфортнее гонять вместе, вы будете примерно на одном уровне. Терминология в сноуборде, погнали! Я расскажу сейчас, из чего состоит сноуборд, какие у него есть основные части. Первое, с чего хотелось бы начать, это передний кант. Передний кант, он находится рядом с носочками. Соответственно, у нас есть задний кант. Это такая железная штука на краешке сноуборда. Он находится рядом с пятками. Отсюда есть поговорочка «Поймать канта». Та часть сноуборда, которая соприкасается со снегом, называется скользяк. У меня на скользяке нарисован болт. Это про модель какого-то прораба. Люди, которые придумали сноубординг, называют нос – нос, а хвост – tail. Отсюда берут название некоторые трюки, такие как nose grab и tail grab. Нос grab – когда мы хватаем в воздухе наш нос. Tail grab – когда мы в воздухе вылетаем и хватаем наш хвост. Поэтому выбор за вами. Можете называть это по-русски – нос и хвост, или по-английски – nose tail. Не возмущайтесь. Учитывайте, что есть разная терминология. Поэтому выбор за вами. Хотите называть и так, хотите не так. Главное, чтобы другие вас понимали. Из чего состоят крепления? Крепления в первую очередь состоят из базы. Вот она, база идет. На эту базу прикрепляется сзади вот такая штука, которая называется high back. Есть трещотки. Вот они выглядят вот так вот. Такие с зубчиками. Есть стрепы. Это нижний стреп, это верхний стреп. Также на сноуборде у вас есть основная стойка. Если вы ездите правой ногой вперед, то вы гуфи. Если левой ногой, то вы регуляр. Еще важный момент. Если вы гуфи, но едете левой ногой вперед, то есть не своей, это называется катание в свече. А если вы регуляр, то есть ваша основная нога левая, а вы вдруг решили поехать правой ногой вперед, соответственно, вы едете в свече. Как понять, какая у вас стойка? На самом деле нет какого-то стопроцентного средства узнать это, но мы можем попытаться. Все мы катались на ледяных дорожках, когда шли в школу зимой. Кто этого не делал, исправьте, независимо от того, в каком возрасте вы находитесь сейчас. Так вот, какой ногой вперед вы поедете по этой ледяной дорожке? Подумайте, представьте, можно это даже визуализировать и попробовать сделать на месте. Есть второй способ, чтобы понять, какая у вас стойка. Вы должны встать, расслабиться. И сзади должен подойти к вам человек и толкнуть. Какой ногой вы шагнете вперед, это ваша стойка. Еще раз хочу повторить, это не финальный вердикт того, какая у вас стойка. Вы можете проскальзывать левой ногой вперед, а шагнете правой ногой вперед. Это тоже бывает. Поэтому в процессе обучения, в процессе катания слушайте свое тело. И это вам подскажет, какая нога у вас ведущая. Какой ногой вам проще двигаться вперед. Ничего страшного, если вы просто поменяете ведущую ногу и продолжите обучаться. Стоит ли покупать сноуборд сразу или взять его в прокаты? Как вообще его выбирать? Конечно, имеет собственный сноубордический комплект. Это всегда круто, классно, модно и молодежно. Можно по цвету подобрать его себе. И потом всем хвастаться в инстаграме. Но сноубордический комплект это довольно внушительная сумма, которая может внушать страх и ужас относительно средних зарплат в России, так сказать. Но даже если вы накопили, заработали деньги на ваш первый сноубордический комплект, это не самое сложное. Сложнее бывает просто правильно подобрать его под себя. Не думайте, если вы купите сноубордический комплект за 100-200 тысяч рублей, вы сразу же начнете парить по склону как бог. Это невозможно, друзья мои. Поэтому стоимость вашего сноубордического комплекта абсолютно никак не будет влиять на уровень вашего катания. Особенно на начальном этапе. Я советую для первого раза брать сноуборд в прокате. Сначала мы будем подбирать ботинки, потом выберем сноуборд, а потом настроим крепление. Нам необходимо выбрать ботинок по размеру. Вы должны всунуть ногу и не должно быть большой пропасти между пальцами и самим ботинком. Вам не нужен ботинок на три размера больше, чтобы надеть шерстяные носки. Вам необходимо прийти со своими сноубордическими носками и примерить ботинки именно в этих носках. Нога должна плотно прилегать к ботинку, не ходить влево-вправо, вперед-назад и вверх-вниз. Если такое будет происходить, то контроль доски существенно снизится. Вам необходимо давить на ботинок. Ботинок должен давить на крепление, и все это передается на сноуборд. Если у вас будет ходить нога влево-вправо или вверх-вниз, конечно же, это скажется очень и очень плохо. Если ваша нога в ботинке будет болтаться, то, соответственно, контроль доски и управление доской будет намного хуже. Как выбирать сноуборд? Сноуборд можно выбирать по множеству характеристик. В зависимости от вашего роста, от вашего веса, от ваших предпочтений в стиле катания. Это может быть карвинг, фрирайд, фристайл. Также сноуборд бывает различных прогибов. Флет, кембер, рокер и другие. Сноуборд бывает разной жесткости. Сноуборд бывает разной формы. Во все это мы не будем углубляться, потому что это займет примерно 40 минут. Для этого у нас будет отдельный ролик. Если вы новичок и пришли в прокат, все эти нюансы для вас не особо важны. Вам достаточно выбрать сноуборд по ростовке. Оптимальная ростовка сноуборда будет между носом и подбородком. Можем посмотреть на то, какой у меня сноуборд. Он по ростовке у меня ровно по подбородок. Но если ваш рост около 2 метров, возможно, в прокате не будет доски по подбородок. Ничего страшного, это тоже нормально. Но если вам выдали доску, которая выше вас, то это точно не подойдет. Потому что этой лодкой управлять очень сложно. Также, если у вас размер ноги 43,5 и больше, для таких людей, как вы, существуют вайдовые доски. Вайд в прямом переводе широкий. Эти доски сделаны с широкой талией. И когда вы поставите ботинок в крепление, носок и пятка не будут сильно выглядывать. И таким образом вы не будете цеплять ботинком снега при поворотах. Настраиваем крепление. Есть два фактора, на которые стоит обратить внимание. Это ширина между креплениями и углы, с которыми вы крепление устанавливаете на сноуборд. Давайте посмотрим, на какой ширине установлены крепления у меня. Важный момент. Если вам установили крепление слишком узко, то вы находитесь в неустойчивой позиции. То есть даже без сноуборда, если вы стоите, у вас ноги очень близко, вас можно толкнуть, и вы быстро выйдете из равновесия. Если вы поставите очень широко крепление, то это будет также неудобно. Попробуйте встать без сноуборда, раздвиньте ноги пошире, и вы почувствуете, что так ловить баланс не так уж и комфортно. А тем более ездить, переносить вес с одной ноги на другую и так далее. При настройке ширины между креплениями важна золотая середина. Как делают профессиональные райдеры? Они устанавливают крепление, встают в ботинках, пристегивают их, и чувствуют, насколько им комфортно. Попросите сноуборд в прокате, положите его на пол и пристегните крепление. Далее можно поприседать и попереносить вес тела с правой ноги на левую. Вам должно быть комфортно. Если вам что-то не нравится, просто попросите ребят из проката, они вам точно не откажут и перенастроят крепление. Какие углы укреплений выбрать? Наши крепления стоят не перпендикулярно доске, а под небольшим углом. Это необходимо, чтобы вам было комфортнее стоять в вашей стойке и совершать повороты, переносить вес. Так как мы с вами теоретически определили, какой ногой вы ездите вперед, правой или левой, вам необходимо просто сказать это ребятам в прокате, и они настроят крепление под вас. Если вы настраиваете крепление сами, могу посоветовать следующие углы. Ведущая нога плюс 15 или плюс 18, и задняя нога минус 6. С доской разобрались? Поверьте, этой информации вам хватит с головой, чтобы начать кататься на сноуборде. Какая нужна одежда для катания на сноуборде? Начнем с того, что нельзя арендовать в прокате. Это термобелье, это носки и баф. Это все рекомендуется купить. Носки специально сноубордические, они отводят влагу, они сохраняют тепло, они плотно прилегают, а также они длинные. Шерстяные носки не подойдут, потому что ваши ноги будут в них потеть, потом они промокнут и потом ноги замерзнут. Тонкие носки также не подойдут, потому что они короткие и ноги в них также могут замерзнуть. Термобелье. Оно сохраняет тепло и выводит влагу, если вы начинаете потеть. Желательно приобрести верх и низ. Шерстяной свитер от бабули нам тоже не подойдет, потому что в нем вы точно вспотеете, он впитает в себя всю влагу, и через какое-то время вы замерзнете. Баф! Или по-другому это называется балаклава. Это такая штука вместо шарфика, которую надевают сноубордисты. Она закрывает шею, и это позволяет нам не мерзнуть. Некоторые балаклавы можно надевать на нос, и при этом вы можете дышать, они не будут промокать, а также они будут защищать от ветра. Шапку берите не толстую, так как вы, возможно, будете надевать на нее шлем. А то я знаю, есть такие прям ворсиные шапки, на которые шлем точно не налезет. Штаны, куртку и перчатки можно взять в аренду в прокате. Основной момент сноубордической одежды в том, что у нее есть мембрана, а мембрана не пропускает влагу, а значит вы будете сухими. Если вы решили сразу купить одежду, то выбирайте ее на размер больше, потому что вам нужно будет потом надевать защиту. Например, защитные шорты и защиту на спину. Если ваша одежда будет впритык, то надев защиту, вы просто не сможете двигаться. У сноубордических курток есть такая штука под названием юбка. Она застегивается вот здесь, для того, чтобы снег не залетал под куртку. Также есть вот такие прищепочки, которые цепляются на штаны. Также их поддерживают и противостоят тому, чтобы снег залетал вам за спину. Я никогда не устану повторять, что самая лучшая защита, которую мы можем получить бесплатно, это разминка перед тренировкой. Далее по важности идет шлем. Шлем это один из основных элементов защиты. Следующие по важности идут шорты. Они будут защищать ваш копчик и булочки. Шорты могут выглядеть примерно вот так вот. Так они будут защищать копчик. Также сбоку ноги будут защищать. Я посоветовал бы взять более жесткие шорты с жесткими вставочками. Защита будет в таком случае лучше. Почему шорты находятся на втором месте по важности? Потому что чаще всего мы будем падать именно на нашу пятую точку. Как многие из вас могут догадаться, следующий уровень защиты у нас на коленнике. Если мы не падаем назад, значит мы падаем вперед на наши колени. Вот так они могут выглядеть. Здесь довольно жесткая защита на коленные чашечки. Такая защита поможет уберечь вас от прямых ударов. Но если колено пойдет на скручивание, то эта штука уже вам не поможет. Также есть защита на запястье. И для более продвинутых райдеров есть защита на спину. Ее чаще всего используют ребята, когда катаются в парке, прыгают на трамплинах, скользят по перилам. А также люди, которые катаются во фрирайде. Многие спрашивают меня, как избавиться от страха. И первый, самый универсальный способ – это надеть защиту. Она позволит вам почувствовать себя увереннее, как будто вы в некой безопасности. Но так оно и есть. В горах на большой высоте солнце отражается от снега и загар прилипает мгновенно, круче, чем в Таиланде. Буквально за полтора часа, если вы не намажетесь кремом, на следующий день вы можете просто снимать себя ошметки кожи. Также в горах нам нужна маска, потому что если вы ее не будете надевать, вы можете сжечь сетчатку глаз. Если вы едете за границу, то обязательно сделайте страховку. Подвернули коленочку, приехал спасатель и вызвал самое дорогое такси в вашей жизни. Прилетает вертолет, забирает вас и отвозит в медпункт. Даже если вы не собираетесь никуда улетать за границу, все равно советую сделать страховку. Большой респект ребятам из проката Legend, который приютил нас, позволил поснимать в их локации. Здесь, кстати, очень много новых сноубордов, ботинок и креплений. Все очень на высоком уровне, поэтому you're welcome, друзья, если будете в Шерегеше. Какие бывают виды трасс и подъемников? На каждом курорте есть карта, на которой показано, где какая трасса, где какие подъемники и так далее. Трассы бывают четырех видов. Зеленые – это для самых новичков, для тех, кто только начинает кататься. Это легкая трасса. Потом синие трассы для ребят уровнем повыше. Ну, такое что-то средненькое. Красные трассы уже здесь начинается что-то интересное. Больше уклон, узкие трассы, какие-то бугры. И есть черные трассы, то есть это вообще совсем экстрим. На них там устраивают какие-то соревнования, например, по слалому. Ну и, собственно, это уровень для уже опытных-опытных райдеров. Важный момент. Вы, когда начинаете учиться, вам просто можно спросить, где у вас учебный склон. Это могут вам подсказать в настойке информации, могут подсказать в инструкторской. Какие бывают виды подъемников? Бугельные. Бугельные также делятся на два вида. С тарелочкой, блинчиком для одного человека. И швабры. Швабра предназначена для двух людей. Вдвоем встаете, вы со своей подругой или вы со своим другом, или даже с лыжником, и едете наверх. Также есть кресельные подъемники. Они бывают там на 4, на 6 мест. Даже есть с подогревом. Представляете? Сказка вообще в Сочи. За границей такие есть. Также есть гондолы. Это отдельные кабинки, куда люди заходят, в которых даже можно стоять, подниматься, стоя наверх. Ну и, конечно, можно сидеть. Они закрыты от всего. Ни ветер, ни снег, ни дождь, ничего не попадает туда. В этом ролике вы узнали все, что вам нужно перед тем, как пойти на гору и пристегнуть сноуборд. В следующем ролике мы будем делать упражнения на месте, чтобы привыкнуть к сноуборду. А также проделаем упражнения, которые помогут вам подниматься и слезать с подъемника. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!